Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика «Чёрный ящик» Всем привет! Сегодня у нас на столе вот такая замечательная коробочка от компании Redbox Европейская лёгкая кавалерия на 16 век Как говорится, то что доктор прописал Мадеин Украина, 12 конных фигурок в 6 позах Вот они, эти 6 поз Так, вот такой вот чудесный арт Гравюра немецкая 16 века с изображением пеших и конных воинов эпохи Ланскнехтов Ну давайте уже вскрывать Само собой я это дело уже открывал Поэтому оно всё было упаковано в этом пакетике Но я конницу достал, лошадей достал Итак, две одинаковые звёздочки лошадей И две одинаковые звёздочки бойцов Всё из серого полиэтилена, напоминающего Марс Мягкий и на ощупь не очень приятный Честно говоря, это только первое впечатление Ну давайте смотреть, что там по начинке Я прошу прощения у любителей компании Марс За то, что я всё время сравниваю фигурки с творчеством, с произведениями этой фирмы Ну просто какие-то мне попадались всё время марсовские фигурки Нехорошие по качеству Что касаемо данного набора Сразу хочу сказать, что первое впечатление оказалось неправильным Лошадки от Redbox вполне себе достойны Позы разные Позы динамичные Фигурки сухощавые Сделаны нетопорно Всё у них на месте, что называется И копыта, и гривы, и носики, и глазки Упрежь сделана тонко, интересно, рельефно Покрасить всё это можно Безусловным минусом является наличие облоя Облой вот именно там, где его хрен достанешь Это вот на пузиках Это вот на внутренней поверхности ножек Между вот ножками Где там Какая-то совсем-то страшная была лошадка В общем, есть тут где Есть тут где поковыряться с ножом будет Ну, с другой стороны Хобби наше такое Ножи только поострее возьмите Потому что полиэтилен довольно мягкий Подставки у масти свои ровные Фигурки крепятся к ним довольно прочно Хвостики сделаны надёжно В общем, вполне себе Единственный минус, какой я вот для себя вывел Всё-таки набор на 16 век И уже тогда очень многие всадники носили пистолеты Вот кобуры с пистолетами Ольстр нету, жалко Хотя бы у половины лошадок Было бы очень даже и уместно Придётся это долепливать самостоятельно Ну, будем считать, что это ещё раз Ещё один способ повысить наше мастерство Лошадки нормальные Берите, не сомневайтесь Так, фигурка номер раз Это офицер эпохи Ланскнехтов Командир отряда Огромный берет С большим количеством перьев Одежда вся в разрезах Широкие рукава Ну, в общем, короче, мода 16 века во все поля Собственно, даже есть классические картинки Напоминающие вот эту фигурку Машет рукой В общем, классический командир Качество фигурки неплохое Хорошо сделано лицо Тут красить его год очень легко Даже вот пальчики на ладошке есть Это редкость большая Кое-какой облойчик есть небольшой Вот на мече, например Но ничего, это все убирается По подолу его одеяния Вытеснена такая кайма Чтобы красить было легко и просто Вообще, значит, понятно, что фигурки Эпохи Ланскнехтов очень яркие Разнообразные Поэтому красить их довольно сложно Но вот эта фигурка будет очень неплохо Выглядеть на игровом столе Фигурка номер два Я его позиционирую как некого сержанта Боец с лебардой Интересный персонаж Я хотел лебарду отрезать И чем-то заменить оружие Но потом подумал, что да пусть будет Он такой в наборе один Колоритный, интересный персонаж Хороший берет у него с перышками Одежда прям по моде 16 века Все четенько сделано Облой есть, но очень небольшой Лицо сделано замечательно Прям такой бородатый, усатый дядька Даже, обратите внимание, ярко выраженный Мешочек для главного достояния Любого нормального Ланскнехта Можно покрасить ярко, контрастно Чтобы заметно было, как это и было в действительности В общем, хорошая фигурка Такой вот интересный персонаж Фигурка номер три Боец с мечом Интересный, опять же, тоже персонаж Что меня подкупает в этом наборе Я практически для каждой фигурки Могу вспомнить картинку Ну, с изображениями Ланскнехтов Причём не современных художников А вот того времени Что значит у нас здесь Хорошо сделанное лицо Ну, есть, конечно, облой Вот здесь он идёт прямо по руке Пресс-формы, так сказать, состыковывались Но это не критично Тонкий, тонкий рельеф Конечно, красить Ланскнехтов всегда сложно Потому что много очень складочек, разрезов Ну, ничего страшного Красим поярче, поконтрастнее Вот, кстати говоря, обратите внимание на меч У него такая гарда, как у самурайской катаны На самом-то деле здесь просто Ну, скажем так, не то, чтобы брак Ну, недостаточное качество производства Потому что, по идее, гарда у него была из двух Как сказать Двух таких колец, в общем-то, сделана То есть, по идее, она не сплошная была Ну, видимо, при производстве получилось вот так Ничего страшного Ничего страшного Фигурка хорошая Прям такой нормальный боец Вот яркий, красивый Видно, что европеец Ну, именно так шведы в 16 веке и выглядели Четвёртая тушка в отряде Ланскнект, задравший меч кверху Вот, на мой взгляд, самая интересная фигурка По качеству Самая тонкая работа Он здесь без бороды, кстати говоря Усатый Что мне очень понравилось Когда посмотришь на обратную сторону В районе задницы Извините за такие подробности Вот здесь вот Видно, что скульптор Разглядывал Изучал исторические источники Художественные, изобразительные Эпохи И показал особенность Например, одной из особенностей Надежды Ланскнехтов Когда у них одна штанина шилась так А другая этак Вот, например, эта штанина у него С обычными такими разрезами вертикальными А правая штанина Сделана из переплетённых лент Вот такая вот Немножко странная мода была Но так тоже носили Опять же, я даже помню иллюстрацию Откуда, где вот можно Это дело поглядеть Даже, может, вы сейчас Найду и выложу Покажу вам Вот Интересно То есть чувствуется, что Создать скульптор Этого набора Он так очень серьёзно подошёл К работе с источниками И тут молодец Пятый воин из набора Это копейщик Копьё, к сожалению, довольно кривое Поскольку полиэтилен мягкий Боец в шлеме Что редкость Видно, что под одеждой у него Мысли под курткой Под разрезанная куртка Под ней панцирь Но гелатная В общем, такой Достаточно неплохо снаряжённый боец Вот Ну, а в целом Я, наверное, копьё ему поменяю Потому что я не люблю Когда копья вот такие мягкие Гнутся Люблю всё-таки, чтобы копьё было Ну Копьём, а вот не такой вот Хренью Вот А может и не буду Ну и мне не нравится Вот такой вот хват копья Когда человек держит копьё за кончик Я не знаю Может это, конечно, исторично Так Я ни разу на коне С копьём не ездил Но мне так не нравится Вот Это, наверное, я здесь поменяю ему И, наконец, шестая фигурка Тоже неплохо снаряжённый боец В плане защитного вооружения Вот С копьём вверх Опять же, кривым, как и всё Что делается в полиэтилене Вот У него какая-то совершенно странная шапочка Какая-то такая мягонькая Свисающая назад Чем-то напоминающая головной убор народов моря Вот И мне эта шапка точно же не нравится Я точно что буду здесь лепить ему, наверное, берет Вот такой Слеплю из зелёночки Может даже пёрышко добавлю Вот И уберу я это копьё Мягкое Воткну сюда проволочку И будет этот паренёк у меня в отряде, конечно же, знаменосцем Сам бог ему велел Как говорится Итак, что я могу сказать За набор Европейская лёгкая кавалерия От Redbox Я могу сказать, что это хороший набор И в плане качества И в плане, кстати говоря, цены И в плане комплектования Всё-таки 12 фигурок Для меня это сразу два полка Для вас не знаю Фигурки все историчны Все подходят на период означенный Как мне это представляется Из этих фигурок можно набрать тематичные отряды На любую европейскую армию Я вот, наверное, на шведов буду набирать На Ливонскую войну Вполне пойдут Вот Разнообразие пост Нормальное Возможность для конверсий Имеется В общем и целом набор хороший И обратите внимание На коробочке написано Сет 1 То есть есть ещё один набор Европейской лёгкой конницы Обзор на который Вы увидите Чуть позже Спасибо за внимание Надеюсь Увиденный материал был Для вас интересен До скорых встреч До новых встреч